Добрый день уже, уважаемые коллеги. Доклад действительно сегодня последний и на самом деле, мне кажется, не менее интересный. Хочу вставить там свои пять копеек в отношении того, что я имею достаточно хорошую школу открытой радикальной простатоктомии. Сидит в президиуме мой учитель Вилиев Евгений Бадович, и я интересующийся человек в радикальной простатоктомии. Я видел множество вариантов исполнения этой техники. Я скажу, что в отношении открытой простатоктомии профессор Вилиев пропагандирует и имеет эталонную технику радикальной простатоктомии. И выполняя ее, в целом вы можете решиться ряда тех осложнений, о которых мы с вами поговорим в дальнейшем. Конфликта интересов по-прежнему нет. Мы проанализировали, суммарно уже в клинике выполнено около полутора тысяч простатоктомий. Доступно для анализа 900 простатоктомий. Это и подзадилонная простатоктомия, и лапароскопическая, и промежестная простатоктомия. И я скажу, что мы работаем в системе ОМС, и высокие медицинские технологии не позволяют нам забыть о промежестной простатоктомии. У нас ежегодно выделяется порядка 50 квот для выполнения промежестной простатоктомии. Хорошо оплачивается, поэтому мы их выполняем. Итак, из них 198 простатоктомии – это 22% нервозберегающая техника, и 315 – это 35% пациентов, группу высокого и очень высокого риска. Если говорить о структуре пациентов, средний возраст пациентов составил 65 лет, средняя цифра ПСА – 12,8. Группа, опять же, высокого и очень высокого риска, мы уже говорили, 35%. Радикальная простатоктомия без лимфоденктомии – у 37%. И средний объем предстательной железы – 49 см3. Если говорить о структуре осложнений после радикальной простатоктомии, мы должны понимать, что осложнения могут быть интраоперационные, с которыми мы сталкиваемся во время операции. Это кровотечение, это травма прямой кишки, это травма мочеточников. И послеоперационные осложнения относятся лимфоцелий, тромбоз вен, тела, несостоятельность уретровизикального анастомоза, стриктуры, пузырно-ректальные свищи. И если говорить о функциональных осложнениях, которые сегодня говорил уже достаточно много раз, это недержание мочи и эректильная дисфункция. Опять же, если говорить о наших данных, то травма прямой кишки случилась у трех пациентов, гемотрансфузия потребовалась у 12 пациентов, лимфоцелия, симптоматическая лимфоцелия, которую мы оценивали, это было у 9% пациентов. И травма мочеточников достаточно редки, и несостоятельность уретровизикального анастомоза также редки. Если говорить о уретро-ректальных или пузырно-ректальных свищей, то 0,1%. Если мы посмотрим обобщенные данные, сравнивающие открытую поздилонную простатоктомию и роботическую простатоктомию, мы видим, что частота повторных обращений не так велика, и мы видим, что несостоятельность уретровизикального анастомоза несколько выше в группе радикальной поздилонной простатоктомии. В целом, что объясняет, на самом деле, наложение техники. Если мы говорим о классической поздилонной радикальной простатоктомии, то это наложение 6-ю узловых швов. Если говорить о роботической, то это, как правило, непрерывный швов. Естественно, герметичность будет несколько выше. Интероперационная кровопотеря. Ясно, что она уменьшалась с количеством прооперированных пациентов. Если говорить о лимфоцели, если мы пропагандируем классический поздилонный доступ, действительно, частота лимфоцели достаточно высока. Если мы выполняем лимфоденоктомию лапароскопическим доступом, частота несколько ниже. Положительный эффект, на самом деле, на образование так называемых лимфокист оказывает раннее удаление после операционного дренажа. И если в целом следовать протоколу ЭРАС, то неустановка страхового дренажа так же профилактирует лимфоцели. Тем не менее, с симптоматическим лимфоцелем мы сталкиваемся достаточно регулярно. Если это так называемые свежие лимфоцели, то достаточно пункция дренирования тем же самым нефростомическим дренажем. Если мы говорим о достаточно длительных существующих лимфокистах, то лапароскопическое иссечение с окном брюшной полости тоже решает эти проблемы. По нашим данным, порядка 9%. Как я уже сказал, что дренирование, лапароскопическое иссечение. В целом, в ряде случаев лимфоцели способны вызвать образование тромбов. Ясно, что о тромбопрофилактике я поговорю чуть позже. Тем не менее, она проводится. И мы должны четко понимать, что если существует достаточно большое лимфоцели, длительно существующее, всем пациентам необходимо выполнять УЗАС нижней конечности. УЗАС нижней конечности. Плавно переступаем к нашему тромбозу. Я скажу, что не так много тромбоэмболических осложнений после радикальной простатоктомии. Ввиду того, что и в нашей клинике, я думаю, что во всем мире, есть достаточно четкие и жесткие протоколы тромбопрофилактики. Мы используем нефракционированные гепарины. Пациенты гепарины получают спустя месяц, до месяца после выписки из стационара. Это ранняя активизация пациентов. Это компрессионный трикотаж. Первый класс компрессии, второй класс компрессии. В зависимости от наличия варикозно расширенных вен. И опять же, если мы имеем еще раз симптоматическое лимфоцели, необходимо все-таки контролировать состояние вен нижней конечности, регулярно выполнять узроз. Интероперационная травма прямой кишки и пузырно-ректальной свищи. Не скажу, что мы часто с этим сталкивались, но тем не менее, во всех тех случаях, когда мы видели интероперационную травму прямой кишки, ушивание двух-трехрядным швом вполне было достаточно, с дивульсией анусов, без наложения колостомы. Если все-таки мы сталкиваемся с пузырно-ректальными свищами в послеоперационном периоде, в отсроченном послеоперационном периоде, то ясно, что в качестве первичной меры профилактики мы можем использовать либо длительное дренирование уритральным катетером, либо примитивное наложение колостомы. Микроперфорации прямой кишки при назначении антибактериальной терапии в целом закрываются. И путем наложения либо цистостомы, либо просто дренирования уритральным катетером эта проблема вся решается. Если говорить уже о состоявшихся вещах спустя недели, две-три после радикальной простатоктомии, ясно, что существуют классические методы диагностики уритроректальных свищей. Это ретроградная, микционная уритроцистография, КТ-цистография, которая позволяет в целом ответить на все вопросы. О консервативном закрытии уритроректальных свищей я уже проговорил. Это либо наложение тестостомического дренажа, либо длительное дренирование уритральным катетером. В определенных случаях колостомия помогает решить эту проблему. Если консервативные меры не увенчались успехом, то мы говорим уже о каких-то реконструктивных операциях одной многоэтапной пластики. Если говорить о доступах, то это может быть доступ к трансректальной операции, это йорк-массона, которую в целом в нашей клинике мы активно используем. Это может быть промежественный доступ. Если говорить о предпочтениях и назначении определенного доступа, то ясно, что трансректальный, трансфинкторный доступ по йорк-массону, он, так сказать, огораживает пациента от имения урологических проблем в плане недержания мочи. Но в то же время есть ряд работ, которые сообщают о том, что у этих пациентов есть каловая инконтиненция. Если говорить о промежественных доступах, ясно, что этот доступ позволяет работать с двумя концами фистулы. Ты можешь закрыть дефект либо в мочеиспускательном канале, либо в мочевом пузыре закрыть дефект в стенке прямой кишки. Ты можешь использовать прокладки. В качестве прокладки можно использовать и влагалищная оболочка, яичко и мускулес грацелис. Тем не менее, при этом доступе риски недержания мочи намного выше, нежели при использовании трансфинкторного доступа по йорк-массону. Не буду останавливаться на видеофрагменте. Я думаю, что он всем знаком. Еще одно из таких, на мой взгляд, самых неприятных осложнений – это структура уретровизикального анастомоза. Структура уретровизикального анастомоза. Ясно, что при наложении адекватных швов со структурой уретровизикального анастомоза мы сталкиваемся достаточно редко. Тем не менее, по обобщенным данным литературным, частота структур составляет от 0,4% до 32%. После роботической – это частота несколько ниже, чем позделонная. Обструктивная симптоматика, как правило, эти пациенты сопровождаются и недержанием мочи. Достаточно выполнить ретроградную ретрографию, ретроскопию, которая в целом ответит на большую часть вопросов. Если говорить о лечении структуры уретровизикального анастомоза, однократное бужирование в целом мы не используем в нашей клинике. Внутренняя оптическая уретротомия достаточно регулярна. Слава Богу, наш процент структуры уретровизикального анастомоза достаточно низок. Мы пропагандируем достаточно экономную и бережливую внутреннюю оптическую уретротомию. Тур уретровизикального анастомоза не используем ввиду того, что все-таки это ухудшает моменты выполнения повторного уретровизикального анастомоза, если он потребуется, ввиду того, что затрагивается сфинктерной структуры. И мы понимаем, что если мы выполняем после трансфоритеральной резекции, то есть выполнил полноценный тур уретровизикального анастомоза, что эти пациенты 100% обречены на недержание мочи. Здесь представлены варианты промежественного повторного уретровизикального анастомоза. Мы видим промежественный доступ. Это классический доступ, который позволяет работать в двух треугольниках. Если мы пытаемся сохранить континенцию пациента, то мы работаем в нижней треугольнике. И в целом эта операция напоминает операцию промежественной простатоктомии без затрагивания бульбозного отдела уретры и мембранозного отдела уретры. Здесь также представлены снимки, демонстрирующие повторное наложение уретровизикального анастомоза. Здесь достаточно тяжелая ситуация на снимке. Вы видите, что образовалась предполость между мочевым пузырем и культёй мочеиспускательного канала. Ясно, что в такой ситуации, к сожалению, нам приходится работать в двух треугольниках. То есть выделяется полноценно бульбозный отдел мочеиспускательного канала, полноценно выделяется шейка мочевого пузыря и повторно накладывается уретровизикальный анастомоз. Здесь мы работаем уже в двух треугольниках. Ясно, что этот пациент после этой операции абсолютно обречен на недержание мочи. Ясно, что ему в последующем потребуется имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря. По поводу недержания мочи. Уже достаточно много сегодня останавливались. И говорили, если говорить о лечении недержания мочи, то это, возможно, консервативная терапия. Но эта консервативная терапия относится, наверное, не больше к урологу, не больше к пациенту, больше к урологу, конкурологу, который объясняет пациенту, что в целом риски недержания мочи и сохранение недержания мочи может длиться вплоть до года. Это и тренировка мышц тазового дна. Если говорить уже о состоявшемся факте недержания мочи, то есть когда мы оцениваем пациента после года, после радикальной простатоктомии, это мужские слинги при небольшом количестве неудержания, и это имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря. Сегодня вкратце уже останавливались о Питере Рёдере, который предложил достаточно, на мой взгляд, интересную и правильную методику имплантации слинга Эдванс. Эдванс позволяет имплантировать эту петлю в зону сфинктера. В дальнейшем я покажу видеозарисовку, где идет имплантация синтетической петли, питерской, где немножечко отходит от тех вещей, которые пропагандировал Питер Рёдер. Тут идет просто прямая компрессия бульбозного отдела мочеиспускательного канала. Это видеозарисовка. Имплантация, еще раз, питерской петли. Выделяется бульбозный отдел мочеиспускательного канала. Вот так выглядит петля, она четырехрукавная. Классическое заведение. Фиксируются рукава петли. И далее петля, непосредственно уже, сама петля фиксируется к бульбозному отделу мочеиспускательного канала. Здесь немножко модифицирована техника. Это техника одного разреза, когда мы не выводили на кожу дополнительные рукава. И в целом вокруг ветвь лобковых костей фиксируется. Здесь уже демонстрируется имплантация регулируемой, так называемой регулируемой петли атом. Этапы симметричны, схожи. Также подушка петли фиксируется. Преимущество этой петли то, что ты можешь в процессе нагнетать жидкость и регулировать давление самой петли на уретру. Здесь представлены имплантации искусственного сфинктера мочевого пузыря. Имплантирован баллон. Имплантирована кнопка. Если говорить об осложнениях, с которыми нам пришлось столкнуться и сталкиваться, идеальных девайсов для устранения держания мочи, к сожалению, не существует. И мы понимаем, что АМС-800, искусственный сфинктер мочевого пузыря, он также не решен этих недостатков. Мы видим, что достаточно много эрозий, порядка 8,5%, механических поломок около 6,2%, уретральная атрофия, повторные операции. То есть суммарное количество повторных операций, оно практически достигает 50% при имплантации искусственного сфинктера мочевого пузыря. Здесь представлено, к сожалению, наше наблюдение. Пациент 4 месяца после имплантации искусственного сфинктера мочевого пузыря. Мы видим, что есть перепротезная инфекция в зоне стояния помпы. И мы видим, что есть эрозия манжеты в просвет мочеиспускательного канала. Здесь перепротезная инфекция после имплантации регулируемого слингоатом. Если говорить о недержании мочи, то, как я уже говорил в начале моего выступления, у нас есть прекрасная школа, и частота недержания мочи в целом нас устраивает. Это не больше 3%. Согласно и мировым данным, и нашим наблюдениям, тяжелой степени недержания мочи мы в целом не наблюдали. По эректильной функции мы говорили о нервосберегающей простатоктомии. В предыдущих сообщениях проценты всем известны. В целом, если говорить о профилактике эректильной дисфункции после радикальной простатоктомии, ясно, что это тщательная обработка сосудистонервных пучков. Ясно, что если ты сохраняешь у аляфродиты, то риски того, что у пациента будет эректильная дисфункция, они минимизируются. Тем не менее, если у пациентов есть эректильная дисфункция, имплантация трехкомпонентного, однокомпонентного фаллопротеза является хорошей опцией, которая в целом решает ряд проблем. На самом деле суровый и абсолютно действенный метод. Здесь представлены этапы имплантации искусственного фаллопротеза трехкомпонентного АМС-700CX. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Будут ли вопросы? Хорошее, интересное сообщение, с собственными результатами всегда вызывает интерес. У меня вопрос такой. В отношении показаний к искусственному сфинктеру при недержании мочи и слинга. При какой степени недержания мочи отдают предпочтение слингу? На самом деле мы в настоящее время уже отказались от... Так, предвосхищая дальнейший вопрос, я скажу так, что в основном те пациенты, которым мы выполняем радикальную простатоктомию, это пациенты возрастной категории. И ясно, что те пациенты, которые не держат мочу, это пациенты более возрастной категории. И ясно, что ментально часть из них снижена. Поэтому реально оценить процент недержания мочи по ПЭТ-тесту достаточно тяжело. И мы в своей практике в настоящее время абсолютно основываемся на результатах уретроскопии. Если в результате уретроскопии мы видим сфинктер и мы видим его несостоятельность, то мы этому пациенту будем устанавливать синтетическую петлю. Если мы видим, что сфинктер абсолютно отсутствует, он был удален и разрушен во время операции, то мы устанавливаем искусственный сфинктер мочевого пузыря, не основываясь на результатах ПЭТ-теста, потому что зачастую они противоречащие. ПЕДСТАВИНЕ ПЕДСТАВИНЕ ОКРАЙТЕ Продолжение следует...